Привет-привет! В этом видеоуроке мы с вами сложим вот такую шкатулку оригами, которая может вкладываться в форме куба. Повторяйте за мной! Для складывания такой оригами коробочки нам понадобится квадратный лист бумаги со стороной примерно 20 см. Цвет бумаги вы можете выбрать сами, но я советую вам выбрать такой лист, который с одной стороны был по одного цвета, а с другой стороны другого цвета. Почему? Я расскажу чуть позже. Начинаем складывать. Для начала нам понадобится сделать базовую форму блинчик. Для этого мы перегибаем наш квадрат по горизонтали, по вертикали, chunk 5 на 50 см. Вachen с вашей квадрат. Смотрите, пошли. Вариים с вашим куба. Вари... 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 И так далее. А затем все углы квадрата загибаем к центру. Сейчас нам понадобится еще несколько линий. Загибаем правый нижний угол получившегося квадрата вот к этой точке. Мы не проглаживаем вот эту складку. Мы только делаем на месте пересечения двух сторон квадрата небольшую пометку. Вы можете нарисовать точку в этом месте, но мне удобнее просто отогнуть вот этот уголок вниз. И вот тут образовалась пометка. Дальше нижнюю сторону квадрата мы загибаем именно по вот этой вот точке. Отгибаем верхнюю сторону мы загибаем до только что образовавшейся линии. В результате мы поделили наш квадрат на три равные части. Поворачиваем нашу модель на 90 градусов и делаем все то же самое. Дальше нижнюю сторону квадрата мы загибаем. Теперь нужно развернуть наш лист. Каждый из углов квадрата нам необходимо будет загнуть еще несколько раз. Сначала мы берем один угол и загибаем его до вот этой линии. Затем перегибаем вот этот вот маленький уголочек пополам. И загибаем всю нижнюю часть до вот этой вот большой линии. И загибаем ее вот так. Мы должны проделать те же операции с каждым из уголков квадрата. И так далее. Продолжение следует... У нас получилась вот такая рамочка. Переворачиваем. И теперь маленькие квадратики, которые находятся тут, тут, тут и тут, нам нужно перегнуть по диагонали. Один. Два. Три. И четыре. Вот и все. Остается только сформировать наш куб. Переворачиваем. Теперь смотрите внимательно. Мы приподнимаем один кармашек. Вот эту часть мы по намеченной линии складываем вот так и прячем в наш кармашек. В свою очередь кармашек на этой стороне мы тоже открываем. И вот что у нас получается. Дальше вот в этот уже раскрытый кармашек мы точно так же прячем следующую часть. И так делаем с каждой стороной, аккуратно двигаясь по кругу. Вот так будет выглядеть наша коробочка. Единственное, что нам нужно еще прогладить хорошенько все складки. И сейчас я повторно покажу вам, как же нужно формировать куб, чтобы вам было все понятно. Возвращаем в исходное положение. Хорошо. Мы раскрываем один из кармашков. И сейчас нам помогут намеченные ранее линии. Мы берем соседнюю часть, вот так загибаем ее край и прячем его в наш кармашек. У нас получается вот такая верхушка. И все то же самое мы делаем с остальными краями. Если вы четко наметили все сгибы, у вас куб будет формироваться сам по себе. Вам необходимо будет только сделать акцент на той или иной складке. Вот так. И все здесь уже все готово само по себе. Теперь прогладим все линии. И вот прямо на наших глазах у нас сформировалась вот такая коробочка. Так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кажется, что моя коробочка вся зеленого цвета, но на самом деле, когда мы раскроем ее, она будет синий. Мне кажется, что это очень забавно и интересно. Продолжение следует... Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И до новых встреч на Оригамире!